Всем добрый вечер! И я хочу обсудить черенкование тутовника. Как я и говорил в предыдущих роликах про тутовник, то когда я жил в центре города, у нас рос тутовник между проезжей частью и трамвайными путями. Он был белый, слегка розовый такой. Белый, крупный, вкусный, медовый. Я пробовал в том году его черенковать, у меня не получилось. Я поздно его черенковал. В этом году весной поехал, хотел сломить ветки, поставить воду, как я размножал свой черный тутовник, удачно. Обнаружил то, что дерево спилили полностью под землю пенечек. Так как строят стадион, все вроде бы обрезали, что ненужное, но он вырос. Я вам показывал. Вот я сорвал, обрезал сейчас черенки, подготовил. Выламывал я их от пенька прям, вот так. То есть получается здесь древесина, как раз она предрасположена к образованию корней. Корни должны образоваться отлично. И я сейчас оставил по два листочка. Где-то листочки я вот так укорачивал. По два листка и черенок. Буду углублять наполовину. Грядку подготовил. Грядку подготовил я в тени, под яблоней, чтобы солнце было рассеянное. Здесь у меня туя принимается. Мама сажала вот так, грушу я пересаживал, растет на прививку. Здесь я сейчас произведу черенкование. Черенковать я буду тутовник. Здесь у меня песок, подстилка перепревшая уже. И я буду углублять черенки. Вот так, немножко под наклоном. Ну почему-то под наклоном рекомендуют углублять черенки. Вот так я их углубляю. И потом я найду, наверное, либо дуги. Сделаю, наверное, дуги. И укрою первое время, чтобы создать повышенную влажность. Здесь. Че уголь? Уголек! Че такое? Че мой облезлый котик? Че? Ой! Вот. Я сейчас это дело черенкую. То есть черенок с двумя листочками. Обрезал листья, чтобы испарение влаги было минимальное. И вот. Ну, я надеюсь, что черенки эти примутся. Потому что это у меня будет, если примется тутовник, во-первых, память. Как мы лазили в детстве за этим тутовником. Ездили трамваи. Мы залезем на дерево и едим этот тутовник. Не думали никто, что там возле дороги. Да машин было там в конце 80-х не так и много. Это у нас в Волгограде. Это не Москва. Все, вот так черенки я воткнул. Что примется, то и примется. Отлично. Я сейчас еще раз пролью, чтобы утрамбовалось все хорошо. Чтобы земля хорошо упрессовалась вокруг ствола. И накрою пакетом. Вот так я установил дуги над тутовником повыше, чтобы сильно конденсат не капал на них, остекал. И сейчас пакетом укрою все это дело. И буду надеяться, что все прекрасно приживется. Тут у тутовника очень хорошая приживаемость при черенковании. Когда я черенковал яблони, груши, смородину, тутовник, сливы, пытался, иву, и вербу. Верба хорошо корни дала, тутовник прекрасно дал корни, и смородина золотистая дала корни хорошо. Яблони, груши, слива вообще не дали корни. Очень плохо они не прижились у меня. Это я пробовал первый раз черенковать. Что-то, может быть, я неправильно сделал. Я их ставил в воду где-то в начале марта, но у меня не приживались. Это было год до два назад. Но тутовник, который я черенковал, он прижился, я его высадил, он у меня коренился, и сейчас вот он с меня ростом. Тутовник отличный. Вот сзади меня тутовник, который я сажал черенками, уже с меня ростом. вот этот тутовник, это вот как черный, который я собираю, это я от него делал срезы. И вот такие деревца у меня уже, здесь их штук, наверное, шесть или семь. Точно. Вот их надо будет рассадить, наверное, осенью, либо следующей весной, я не знаю, потому что это уже густо очень, там у меня мальва растет еще позади них и абрикосина. Так что тут густо очень, и плюс смородину. Вот смородина, она в траве, конечно, в юн, как всегда, доливает здесь все. Вот эта смородина, вот золотистая, это я тоже черенковал. Смородина, это желтая, желтая смородина, золотистая, очень вкусная. Ее тоже я обязательно пересажу в какое-то другое место. Вот так я сделал парничок. Теперь нужно будет заглядывать в первые дни опрыскивать. Рекомендуют каждый день повышать влажность в парничке. Там, первую неделю даже повышать влажность и не забывать увлажнять почву, так как это большой объем, плюс влага уходит в грунт. Ну, размножится тутовник. Я надеюсь, вот уже влажность начала повышаться. Это и сок, и ягоды, как я говорил, и вина можно делать, и варенье, и джемы. Очень хорошие ягоды. Она недооценена, я считаю, и почему ей не занимается никто. Всем советую, очень вкусные ягоды и неприхотливое дерево. Пока всем!